Всем привет! Сегодня мы будем говорить о масках для волос. Чтобы наши волосы всегда были густыми и крепкими, необходимо их подпитывать. С этой задачей отлично справляются маски, которые можно приготовить своими руками. Чтобы добиться хорошего результата, маски желательно наносить не реже одного и не чаще двух раз в неделю. Большинство масок наносят до мытья головы на грязные сухие или влажные волосы и держат от 30 минут до 2 часов. Если ваши волосы жирные, уделите особое внимание корням. Если ломкие сухие, кончиком. Можно втирать маску пальцами, а можно наносить расческой с редкими зубцами. После нанесения маски наденьте полиэтиленовую шапочку и утеплите голову полотенцем. Чем теплее будет волосам, тем лучше. По истечении необходимого времени смойте маску шампунем. Обратите внимание на то, что иногда бывают маски два в одном. Маска и шампунь одновременно. То есть маска выполняет еще и функцию шампуня. А сейчас давайте приготовим маску с репейным маслом и медом. Возьмите одну столовую ложку репейного масла. Один желток. Одну чайную ложку меда. И одну чайную ложку коньяка. Все тщательно смешиваем. Маска готова. Такую маску нужно держать два часа. Не забывайте надеть полиэтиленовую шапочку и утеплить для лучшего эффекта. По истечении двух часов помойте голову шампунем. Вместо репейного масла можно использовать масло касторовое, оливковое или масло виноградных косточек. Эта маска хорошо восстанавливает волосы, предотвращает их выпадение, ломкость, а также борется с перхотью. Еще хотелось бы напомнить о таком замечательном средстве, как хна. Почему-то в последнее время ее мало используют. Хотя восточные женщины для укрепления волос используют обыкновенную хну. Современные ученые выяснили, что маска из хны скрепляет чешуйки волос, тем самым укрепляет волосы и делает их плотнее и толще. Подбирая рецепты масок, не забывайте учитывать свои индивидуальные особенности и делать тест на аллергическую реакцию. А я желаю вам удачи, будьте красивыми, подписывайтесь на мой канал. Пока!